Если мы будем читать новости в Яндексе, то в топе новостей как раз-таки новости о том, что итоги конкурса «Новый центр города Калининграда» и итоги подведены, и, собственно говоря, что же получилось? Получилось так, что однозначного и убедительного решения по дальнейшему развитию территории у Дома Советов в Калининграде найти не удалось. Об этом сегодня рассказал председатель Союза архитекторов России в Калининградской области Игорь Ильи был в гостях сегодня утром. А как раз-таки Союз архитекторов России и проводил этот самый конкурс. Один из, так сказать, я думаю, победителей этого конкурса, тот, кто занял второе место, проект Александра Башина. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр архитектор, и у него есть, собственно, своя контора, которая занимается оказанием подобного рода услуг. Расскажите, почему все-таки в этом конкурсе не оказалось победителей? Два вторых места, одно третье и прочее. Ну, и я, это надо задать вопрос не ко мне, я жюри не был, я был участником этого конкурса, поэтому это надо задавать вопрос жюри. Однозначного и убедительного решения все-таки так и не нашлось. А вообще были поставлены какие-то задачи перед теми, кто принимает участие в этом конкурсе? Потому что, конечно, можно искать-искать и никак не найти. Было техническое задание, в соответствии с этим чеченским заданиям и разрабатывался этот концепт. Вот. А что же за концепт вы представили? Значит, мой концепт называется «Две истории, один город». По сути, если сказать в двух словах, то концепт представляет собой совокупность двух основных городостроительных тем. Это преемственность, историческая городостроительная преемственность или генетика этого места и попытка раскрыть, соединить генетику истории и сегодняшнего времени. И вторая тема, которая не менее важна, это транспорт в центре города Калининград. И в этом плане мы подошли к реализации вот этого концепта. Ну так, что была какая-то картинка буквально в двух словах. Да, да. То есть картинка, могу сказать, следующим. Если касается транспорта, потому что без решения транспорта невозможно подходить к решению, комплексного решения этой задачи. Это, прежде всего, убрать Московский проспект в тоннель. И не только Московский, но, вероятнее всего, надо выбирать и улицу Шевченко или сужать ее до комфортного прохождения. Главным приоритетом должен стать пешеход-человек. Что на сегодняшний день мы имеем в центре города? У нас очень плохая пешеходная коммуникация от озера Верхнего до собора, до кафедрального собора. По сути, у нас там стоят одни преграды. Это улица Шевченко, это плохой спуск на территорию Альштадта, это Московский проспект широкий, который не позволяет перейти комфортно пешеходу. Ну и коммуникации нет через реку, нет моста. Раньше там был Кузнечный мост. Все эти препятствия надо устранить для того, чтобы направление север-юг для пешеходов было удобно и комфортно. И для этого мы предлагаем сузить и опустить вниз улицу Шевченко. Дальше мы предлагаем опустить в туннель Московский проспект. Но Московский проспект выбрать в туннель не только потому, что там перейти надо, но от него достаточно большой шум. Даже если мы его сузим или он никак не решит этот вопрос, надо кардинально решать вопрос с Московским проспектом, для того, чтобы, со стороны части, было комфортно со всех сторон. Ну и небольшой мост пешеходный позволил бы сделать такую транзитную связь не только даже верхнего озера, но и нижнего, потому что с нижнего мы переходим на верхнее, с верхнего мы дальше переходим к центральной части города, и дальше могли бы спуститься на остров Канте и уйти дальше к площади ДКМ и туда вот на юг, к Южному парку. То есть вот эта ось пешеходная, она четко видна градостроителям, ее нужно просто обозначить и сделать ее как... И она была, кстати, в техническом задании. И таким образом мы решали бы глобально этот вопрос транзита, пешеходного транзита юг-север. Презентация вашего проекта, она на 140 листах, вы мне показывали до эфира, действительно, есть чего почитать, есть что посмотреть. И вы еще говорите, что там учтена так называемая генетика места. Да. Вот что это такое? Значит, мы перед тем, как начать проектировать, делали исследования свои, ну и не только свои, но мы изучали исследования Попадина, Васютина, был целый проект историко-культурного обоснования вот этой территории, я его изучал. И что там важно? Важны не только здания утраченные, поэтому тоже были сделаны проекты, старница Артура в свое время, и этот проект я тоже учитывал. Но были утрачены городские пространства, весьма интересные, которые на сегодняшний день могли бы оживить эту территорию, и снова вернуться в городскую структуру. Ну, такой сквер, например, как Война и мир, который открывал пространство перед Королевским замком. Такая площадь, как Монетная площадь, которая соединяла озеро и территорию Центральной площади. Замковая площадь, в данном случае мы ее раскрываем, она была закрытая, а мы ее соединяем с Монетной площадью, открываем эти пространства. Дальше Рыбная площадь, которая была на около... на Преголе, да, то есть это все возможно было бы, ну если не воссоздать, но эти пространства учесть в градостроительном концепте. Ну, а я напомню, что наш гость был когда-то главным архитектором области. Александр Башин был главным архитектором города Калининграда, поэтому вы знаете очень хорошо историю города Калининграда. Но, кстати, в этом конкурсе участвовали не только калининградцы. Вот если калининградцы радеют за генетику место, то такие люди, которые, допустим, живут в северной столице, где-то еще в Москве, ну просто приезжают и что-то предлагают. Я, допустим, помню, как КБ «Стрелка» предлагала какой-то проект, который бы рассчитывал, допустим, на следующую вещь, чтобы просто приходили калининградцы возле дороги на Московском проспекте, клали какие-то вещи свои, и как на лужайке это было бы что-то подобное для пикников. Возле речки как раз, вот в их понимании это, в принципе, все в порядке, да, то есть одна из самых грязных рек России, и плюс ко всему еще проспект там, пожалуйста. Вот какие-то такие, какие-то такие умопомрачительные проекты, да, какие-то элементы очень часто прилетают в адрес Калининграда, вот как вы думаете вообще, имеют ли право участвовать в подобных конкурсах иногородние? Да право-то есть у всех. Другое дело, что чего нету в городе Калининграде? В Калининграде нету исторического центра, а он разрушен. Сейчас центр перемещен в сторону Площади Победы. Он там никогда не был. Это была ярмарочная площадь, вот это, по сути, был уже пригород, потому что центральная часть была всегда в районе, где сейчас есть Дом Советов. Кафедральный собор, вот остров Канта, Альштадт, Новый город, Нойнштадт или Любених, вот это центр города. Вот, к сожалению, и за последнее время мы так и не уделили серьезного внимания развитию центральной части города. Об этом уже разговор-то идет не одно десятилетие. А вообще, вот замок, замок это замок, Дом Советов это Дом Советов. По-разному к этим вариантам относиться можно, но тем не менее, они были. Дом Советов уже, кстати, мы считаем, как утраченный какой-то сюжет из жизни Калининграда или еще нет? Я думаю, что он уходит. Уходит уже, да? Но, смотрите, и замок, и Дом Советов это визитная карточка своеобразная, да? Ну, были. Какое она должна быть вот на этом месте? Значит, мы предлагаем решение этих вопросов. Вот, Дом Советов мы полностью игнорируем, вот, а на территории, замковой территории мы предлагаем сделать центральную площадь города. Причем сделать ее замкнутую. Почему замкнутую? Прежде всего, потому что у нас климат такой, у нас вот сильные ветра, и открытые площади, они некомфортны для горожан. Он слишком дует, вот. Поэтому мы предложили сделать замкнутую площадь, совершенно сделать ее современную. Какую-то часть этой площади отдать в археологический музей. Сделать ее, этот археологический музей закрытый. Ну, его немножко адаптировать к современности, да? То есть, там добавить какие-то, ну, может быть, рестораны, магазины там и так далее, чтобы это был не просто раскоп, да? Потому что он неинтересен, как практика показала, для горожан открытая площадка археологическая, она неинтересна. То есть, туда, как бы, люди не сильно двигались в эту сторону. А мы предлагаем все-таки ее оживить, сделать ее каким-то видовым, подсветить и закрыть полностью. И там же добавить, сделать ее многофункциональной, да? Добавить туда жизни, ресторанов, вот, баров, все такое. Значит, кроме этого, в эту же часть мы предлагаем восстановить вертикаль, где она и была. Она была не случайная. Она держала все оси этой территории. Но сделать ее современной, модной, наверху... Кстати, именно про это я и хотел спросить. Мои товарищи и коллеги из северной столицы сейчас туда приезжают. Но так получилось, что новость про демонтаж. Современные доминанты центральной площади прилетела уже всю Россию. Я говорю сейчас о Доме Советов. Но они говорят, ну вот что будет, что будет. Но, скорее всего, типа, что-то наподобие лахта-центра, как у нас. Как вы думаете, вот, как доминанта, в принципе, в Калининграде? Не, Петербург, лахта-центр... Я только что был вчера, кстати, в Петербурге. Вот, лахту-центр отнесли в сторону, достаточно далеко от центра города. Она сейчас никак не влияет на... Ансамбль. Да, и она современная, модная и так далее. Она создает новую характеристику, новую вертикаль Санкт-Петербурга. И это новая жизнь, новая территория. Что-то подобное у нас на центральной площади? У нас такая была затея. Ведь когда мы разрабатывали остров Октябрьский, мы предполагали, что историческую часть города мы оставим для... Вот этой генетики, да, для создания какой-то генетической основы. А остров будем использовать под современные здания. Александр Башин, архитектор, в прошлом главный архитектор Калининградской области и города Калининграда. Одно из последних творений, это лифт в Цветлогорске. Мы видим, это все ваше, в ваших рук, так сказать, дело. Как эксперт, скажите мне, пожалуйста, если мы говорим о центральной площади города, о ее будущем, если мы гипотетически, да, будем предполагать, сколько вообще может занять демонтаж Дома Советов? Я знаю, что в Китае, да, там, мы могут больницу построить за две недели, если очень нужно, и что-то собрать, что-то разобрать. Ну, в наших условиях, строительной, строительной технологии, да, то это месяц-два, то, может, с этим можно справиться. Потому что многие думают, что если будут разбирать Дом Советов, то это грязь, стройка в центре города на долгие годы. Слушайте, ну, я вот жил в Шанхае, пока там две недели, как-то с Артуром Сарницей мы летали туда, вот. Там, пока мы жили, здание построили 40-этажное. Поэтому технологии сейчас развиваются весьма быстро. Но Шанхае это самый развивающийся город мира? Ну, только это же, как говорится, это не на Луне, это же совсем недалеко. Дом Советов ближе, конечно же. Да, ну, мы отстаём, к сожалению, вот в развитии и в градостроительном, и в технологическом. Но это наша беда, но тут нет ничего такого. Тут можно спокойно, спокойно, быстро это все сделать. Ну, вот, к примеру, в Союзе архитекторов Калининградской области предположили, что где-то год потребуется, чтобы снести Дом Советов, да? Давайте, ну, будем думать, что это год. Конкурс очередной прошёл по центру города Калининграда, новый центр города Калининграда, победитель так и не найден. Ну, смею предположить, что ещё будет один конкурс, второй и третий, победителя, возможно, так и не найдут. Дома Советов через год уже не будет, вы говорите, всего там два месяца. Для этого можно будет. Смотрите, и что мы видим? Пустующую площадь, пустующий центр, и нет, собственно, идей для того. Давайте лучше сделаем какой-нибудь высотный дом, поселим туда людей, там же офисы. Вот вроде как и выход из положения заморачиваться не надо. По поводу высотных идей, они все были, история уже прошла. Смысл всей этой истории был такой, что мы начали развивать центр Остров Октябрьский, построили там стадион, сейчас там строится ещё два крупных объекта, это театр и строится музей, это всё крупные плоскостные объекты. Всё современное туда. Да, всё современное, туда высотные здания, все сюда. А центр города должен остаться для туристов. При этом, с моей точки зрения, градостроительный концепт, который мы разрабатывали, я на самом деле работал с ним где-то года два, пока была пандемия, у меня было время подумать. Вот, и я предложил достаточно реалистичный вариант развития. Там нет ничего супер такого от того, что нельзя было построить. Вот, при этом, используя генетику, вот место, используя историю, всё, конечно, сделать таким образом, чтобы это было осмысленно с сегодняшнего времени. Но было достаточно много городских пространств комфортных для горожан. И площади, и скверы, и террасы, и зелёные террасы, и связь озера с площадью, и выхода к федеральному собору, пешеходные улицы, правильно разобраться с транспортом, увезти всё под землю, всё, что можно было, ну, сделать всё то, что делают во всём мире в 21 веке. Вот вы говорите правильно, 21 век. А скажите, какие у нас используются проекты для того, чтобы город рос? Ну, мы же знаем, что Калининград расширяется, да? Какого года проекты, вот, конец Сельмы, какого года проекты, конец Балт района и так далее? Да, это всё устаревшие проекты, это безнадежно устаревшие проекты. Это вопрос больше к власти, чем ко мне, к чему они разрешают. А к застройщикам, почему всё-таки у нас застройщики? Тут есть два субъекта, есть власть, которая разрешает, и застройщики, которые строят. Но они продают то, что покупают, понятно, это рынок. А кто должен сказать, всё, хватит уже вот этого, давайте будем, как там, хотя как там уже не модно, мы знаем. Да, есть два субъекта, власть и застройщики. И между ними должно произойти взаимопонимание на эту тему. Других здесь субъектов нету. Всё, точка. Вот вы говорите, что было бы хорошо что-то убрать в тоннеле. Вообще, тоннели в городе, ну, как мне кажется, были бы полезны. А насколько это сложно реализовать сегодня в Калининграде? Ну, не сложнее, чем делать развязку на большой окружной. У нас, значит, ВАД справляется с этими задачами на раз-два. То есть, это несложная задача, тем более Московский проспект, его особо и заглублять не надо. Там за счёт рельефа можно полузаглубить его, там, опуститься на метр, на два, там, и прикрыть его сверху. То есть, эта задача не сильно сложная. Если мы видим, там достаточно крупный рельеф, там, 14 метров где-то. И за счёт перепада этого рельефа этот вопрос решается. Ну, вот сегодня какая-то стройка, бац, архитектурный слой какой-то там 18-го, 20-го века. Археология на Московском проспекте давно уже сделана. То есть, он работает. И, кстати, дорожники тоже решают эти вопросы. Они сейчас вот сталкивались с этими вопросами на Кентарному делу, дорогу, там был археологический раскоп. Ничего страшного в этом нет. Те вопросы отработаны, они решаются. Нужно делать археологию, да. Нам нужно сделать что-то такого. Сделали, отработали, дальше пошли. Ну, что касается площадки у Дома Советов, там этого слоя, мне кажется, уже нет. Потому что там же ведь советские люди копались. Да, какой-то нет, есть раскопки произведения Королевского замка, там достаточно много раскопано. То есть, это вопрос понятный, и мы постоянно с этим сталкиваемся. И эти археологию делают. Европа-центр построили, тоже сделали археологию. То есть, это задача понятная. То есть, в теории такого не будет, да. Если снесут Дома Советов, что-то будут делать. Потом раз, ах, у нас тут слой, ах, у нас тут история. Слушайте, ну, это понятно. И опять застыла на года. Ее надо сделать изначально, на первом этапе. То есть, провести исследование. Может быть, даже сейчас провести археологию территории, в которой надо это сделать. Это территория старого города вдоль реки Прегаль. То есть, нужно провести археологию. Давайте проведем и сделать ее изначально, до того, как начать вообще все проектировать. Почему это не делается, тоже непонятно. Хороший вопрос. На нем и закончим. Спасибо, что пришли. У нас в гостях был сегодня архитектор Александр Башин. Благодарю за участие в эфире. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»